Музыка Доктор социологических наук, профессор кафедры социального анализа и математических методов в социологии Санкт-Петербургского государственного университета Дорогие товарищи, моя тема объявлена, поговорим немножко о труде Труд при социализме изменился коренным образом, он стал непосредственно общественным трудом Владимир Ленин писал, что впервые после столетий труда на чужих Подневольной работой на эксплуататоров является возможность работы на себя И при том работы, опирающейся на все завоевания новейшей техники и культуры Для нормального воспроизводства человека и общества необходимо иметь жизненные средства Создаваемые общественно необходимым трудом Поэтому производство – это затраты, а потребление – результаты труда, овеществленного в продукте Таким образом, труд является фундаментом производства и потребления С разницей, что на стороне производства выступают затраты неопредмеченного труда – рабочая сила А на стороне потребления – результаты реализации труда – продукт Труд был и будет основой и решающим фактором всей человеческой жизни Только в труде и с помощью труда удовлетворяются человеческие потребности Создается национальное богатство, формируется общество и сам человек Характер труда и его влияние на социальное развитие человека и общества Зависит от тех социально-экономических условий, в которых применяется труд Он может быть тяжелой ношей, либо источником вдохновения, творчества, почетным долгом Когда говорят рабский труд, крепостнический труд, наемный труд, свободный коллективный труд То имеют в виду разные способы общественного производства Рабовладельческий, феодально-помещичий, капиталистический, социалистический От того, кому принадлежат средства производства, зависит и характер труда И способ присвоения его продуктов И само право на труд и отношение к нему В социалистическом обществе мера труда и мера потребления Выступают важнейшими социально-экономическими категориями Первая выражает отношения между работниками и членами общества По их участию в совокупном общественном труде А вторая определяет отношения между членами общества По поводу размеров потребления производимых блат и услуг Мерой труда выступает рабочее время Которое определяет продолжительность труда работника Но так как труд имеет качественную определенность Сложный, простой, тяжелый, ночной, дневной То мера труда лежит в определенных границах То мера труда лежит в определенных границах Она не может быть меньше рабочего времени Определяемого продолжительностью труда Предназначенного для создания необходимого продукта Идущего на удовлетворение личных потребностей работников материального производства но и должна превосходить меры труда, затраченного на создание прибавочного продукта, предназначенного для удовлетворения общих потребностей работников. Максимальная граница должна учитывать физические и социальные пределы рабочего времени. Физические – это время, необходимое для удовлетворения физиологических потребностей, сон, еда, уход за собой. А социальные потребности работника – это самообразование, участие в общественной жизни, спортивный и культурный отдых. В таких границах очевидно, что между количественной и качественной определенностью меры труда существует взаимозависимость. Увеличение продолжительности рабочего времени ведет к ухудшению качества труда. Владимир Шлинин указывал, что при длинном рабочем времени рабочий вырабатывает в каждый час изделий меньше и гораздо хуже, чем при коротком рабочем дне. Повышение качества и производительности труда позволяет уменьшить временные границы меры труда, сократить продолжительность рабочего времени, тем самым увеличить свободное время для занятия другими видами деятельности, направленных на социальное развитие человека и общества. Например, с 1928 года по 1933 год мы имели 7-часовой рабочий день, с 1940 года – 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. С 1956 по 1960 годы рабочий день в Советском Союзе был сокращен до 7 часов, в ряде отраслей и производств – до 6 часов при 6-дневной рабочей неделе. А затем был осуществлен переход на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Рабочая неделя составляла 42 часа. И в 1977 году Конституция Советского Союза закрепила 41-часовую рабочую неделю. 41-часовую рабочую неделю. Это время как раз характеризуется расцветом Советского Союза. У нас было самое лучшее в мире образование. До сих пор в Финляндии используют нашу систему образования. Мы, к сожалению, ее почему-то сейчас разрушили. Рабочее время при социализме становится не только мерой труда, но и главным критерием меропотребления. Меропотребление определяется в зависимости от меры труда через заработную плату, представляющую собой выраженную в денежной форме часть фонда потребления, которая распределяется в зависимости от затраченного труда. Владимир Ленин, указывая на зависимость меры потребления от меры труда, писал, «Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного синдиката. Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдали меру работы, получали поровну. Все общество будет одной конторой и фабрикой с равенством труда и равенством оплаты». Это указывало на сближение уровней оплаты труда на основе выравнивания меры труда, производительности и качества труда, что является гарантом социальной однородности общества при социализме. Сфера потребления представляет собой процесс, направленный на удовлетворение потребностей людей, восстановление затраченных в процессе труда жизненных сил, а также способствует формированию таких потребностей, которые при данном уровне производства и эффективности сферы потребления наилучшим образом обеспечивают социальное развитие человека и общества. Тогда границы меры потребления определяются не только потребностями членам общества, но и достигнутым уровнем производства. Меры потребления, с точки зрения народного хозяйства в целом, включают в себя не только необходимый продукт, идущий на удовлетворение потребностей работника производительной сферы, но и часть прибавочного продукта, идущего на содержание работников непроизводительной сферы. Формируется фонд потребления, идущий на содержание работников производственной и непроизводственной сфер, который постоянно увеличивается. Меры потребления, подчиняясь закону возрастающих потребностей, претерпевает качественные изменения в потреблении, в структуре потребностей. Для денежной оценки размеров потребления разрабатываются и рассчитываются рациональные нормы потребления и семейный бюджет. Нормативы и нормы потребления характеризуются показателями, отражающие количество и качество продуктов и услуг, необходимых в данных условиях для обеспечения нормального воспроизводства рабочей силы, жизнедеятельности и развития членов социалистического общества. Для обозначения единства качественной и количественной сторон меры труда, эффективности социалистического производства, удовлетворения потребностей членов общества в определенной норме труда, вводится регулирование меры труда, определение общей продолжительности труда, распределение по различным периодам времени, нормирование труда. Владимир Ленин считал, что необходимы разработки единых нормативов и норм труда, отражающих общественно необходимые затраты рабочего времени, которые определяют успешное функционирование социалистического производства. Он писал, без организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой норме, социализм немыслим. Зависимость меры потребления от меры труда стимулирует трудовую активность работников и вместе с тем приводит к дифференциации в мере потребления, так как распределение продуктов производится по мере работы каждого. Мера потребления определяется прежде всего заработной платой, предоставляющей собой выражение в денежной форме той части фонда потребления, которая распределяется в зависимости от затраченного труда. Это означает, что в социалистическом обществе большое значение имеет принцип материальной заинтересованности работника в результатах труда. Кто больше и лучше трудится, тот больше и лучше вознаграждается социалистическим обществом за свой труд. Владимир Ленин указывал, что надо построить всякую крупную отрасль народного хозяйства на личной заинтересованности. Оплата по труду оказывает влияние на распределение и перераспределение рабочей силы. Там, где потребность в рабочей силе превышает предложение, предприятие вынуждено устанавливать заработную плату, превышающую нормативы, что нарушает соотношение между мерой труда и мерой потребления. Поэтому это обуславливает необходимость строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления. Владимир Ленин писал, что учет и контроль производства и распределения продуктов является важнейшей функцией управления государства. Он считал, что контроль есть неотъемлемая часть учета. Если речь идет о пролетарском государстве, то есть о диктатуре пролетариата, писал Ленин, то рабочий контроль может стать всенародным, всеобъемлющим вездесущим, точнейшим и добросовестнейшим учетом производства и распределения продуктов. Таким образом, чтобы мера потребления соответствовала мере труда, при социализме осуществляется контроль за мерой труда и мерой потребления. Он позволяет установить диспропорцию между мерой потребления и мерой труда, закрыть путь к паразитическому потреблению, к нетрудовым доходам, появлению частной собственности на результаты производства и средства производства. Контроль и учет за мерой труда и мерой потребления является гарантом реализации основного принципа социалистического общества от каждого по способностям, каждому по труду. Спасибо.